Соединенные Штаты Америки, Аризона. Зеленеющая зимой и выгорающая летом пустыня на границе с Мексикой. В трех тысячах километрах от столицы страны. Идеальное место для тюрем. Некуда бежать. Подростковая тюрьма. Вот. С той стороны. Вот. Вот тюрьма. Одна из тюрем. Вот это тюрьмы иммиграционные. Это военные. Вот возвращаем. Возвратившиеся из Ирака, из Афганистана. Здесь растут кактусы выше человеческого роста. А по ночам воют койоты. 20 лет назад в этой дикой пустыне появился православный монастырь, названный в честь святого Антони, первого монаха-пустынника в истории христианства. Он посредине. Между Фениксом, самым большим городом из столицы штата, и Тюссоном. 75 миль примерно до Тюссона и 75 миль до Феникса. То, что здесь, в аризонской глуши, как говорят американцы, «in the middle of nowhere», стоит обитель, настолько невероятно, что туристам она до сих пор кажется миражом в пустыне. Хотя сегодня это вторая по посещаемости достопримечательность Аризоны после Большого каньона. Это так красиво. Я не могла представить, что кто-то сможет построить такую красоту посреди пустыни. Мы нашли монастырь по высоким пальмам. Их видно издалека. Им пришлось очень большую работу проделать, чтобы такое построить. Это удивительно. Когда гуляешь здесь, чувствуешь такую умиротворенность. Я паломница, приехала из Австралии. Раньше я и не подозревала, что в Америке есть православные монастыри. А теперь я приезжаю сюда уже не в первый раз, и такое чувство, как будто я на Афоне. Разница только в том, что вход с женщинам тут и разрешен. Этот монастырь и еще 18 греческих православных обителей в США и Канаде основал один единственный человек. Монах со святой горы Афон, старец Ефрем Филофейский. Он сам до сих пор живет в этих стенах, каждый день принимает людей. Теперь его уже называют Ефремом Аризонским. А паломники и послушники к этому необыкновенному старцу съезжаются со всего мира. Ефрем Ушел из мира еще юношей, в 19 лет. И сразу попал в ученики к одному из самых строгих аскетов и отшельников на Афоне – Иосифу Исихасту, который сегодня почитается святым. В своей книге «Мой старец Иосиф Исихаст и пещерник» отец Ефрем очень живо и подробно рассказал, как наставник обтесывал его топором. Ефрем каждый день трудился до изнеможения, а каждую ночь проводил под открытым небом в молитве. Страдал от голода и холода, переносил поношение от старца и хранил полное молчание. Отца Ефрема был очень сильный духовный отец, святой, старец Иосиф. Он спал в пещере и молился по шесть часов подряд. Мог произносить Иисусову молитву целые ночи напролет. И этому же обучил своих послушников. Я познакомился с отцом Ефремом на Афоне. Он тогда спал на полу прямо под дверью своего старца. И ночью, если кто-то стучался, он выходил и говорил, «Подождите, старец молится или отдыхает? Сейчас такого уже не встретишь». Возможно, отец Ефрем так всю жизнь и провел бы на святой горе Афон, воспитывая, в свою очередь, новое поколение монахов. Но в конце 70-х годов ему пришлось поехать в Америку по самой земной необходимости. Так случилось, что по рекомендации врачей он тогда приехал в Америку, чтобы сделать операцию на больной ноге. И пока он был в Нью-Йорке, многие люди приходили поговорить с афонским монахом, исповедовались у него. И очень полюбили отца Ефрема за его необыкновенную теплоту и мудрость. Старцы Ефрема стали приглашать к себе православные со всех концов Америки. И он начал ездить по городам США и Канады с проповедями и беседами. Одна из таких встреч в 1992 году в Питтсбурге сохранилась на видео. «Надо защищать себя от греха. Вы сами должны пресекать страсти, ненужные отношения, чтобы защититься от греха». Я видел однажды, как один водитель в Греции разместил на заднем стекле своего автобуса такую надпись. «Держитесь так же далеко от этого автобуса, как вы держитесь от своей тещи». «Так и христианин должен держаться как можно дальше от греха». «Он очень быстро стал популярным, как человек с огромным духовным опытом. И люди стали приглашать его в Америку каждый год. И он увидел, что здесь у многих есть большая потребность в духовном руководстве, а найти его негде». Джордж Хандрополос был членом общины греков-американцев, которые в 90-е годы попросили отца Ефрема основать монастырь в США и даже собрали нужную сумму для покупки земли. «Мы его попросили открыть здесь монастырь. Нам это очень нужно было. Ведь наша православная церковь в Америке к тому времени пришла в упадок. Она приближалась к протестантизму, католицизму. Но когда мы говорили о монастыре, я никогда не мечтал о таком. Я думал, будет маленький домик, будем приходить пить чай со старцем Ефремом». Когда старец Ефрем вместе с местным епископом выбирали участок, они сразу же поняли, что этот самый подходящий. Когда они осматривали этот участок, отец Антоний вдруг услышал звон колоколов прямо здесь, хотя вокруг была одна пустыня. Он повернулся и сказал, «Старец Ефрем, я слышу колокола». А тот ответил, «Да, я слышу их тоже, но не говори ничего, чтобы агент по продаже недвижимости не подумал, что мы слишком заинтересовались этим участком». Телейника старца Ефрема зовут Папа Ефрем на греческий лад. Так повелось еще с Афона, хотя сам он наполовину американец, наполовину индус. Папа Ефрем был одним из шести монахов, которые 20 лет назад поселились здесь, на выжженной солнцем земле Аризонской пустыни. Начинали мы с четырех сборных домиков. Потом уже построили церковь, трапезную, дома для паломников, еще несколько церквей. Труднее всего было приспособиться к пустынному климату. Летом здесь экстремальная жара. Аризона, вы понимаете, очень жаркий штат. Летом здесь под 45, под 50 градусов в тени. Поэтому для отцов, которые приехали с Афона, хоть там тоже тепло, но здесь был, конечно, такой шок сначала. Такой климат жаркий, что просто, говорят, как-то можно вообще жить. Здесь только кактусы торчали, так что все деревья мы посадили своими руками. Сам старец Ефрем тоже принимал участие. Он носил большую шляпу от солнца, и у него был баллончик с краской. Он ходил вокруг и ставил кресты на земле. Здесь дерево посадить, и здесь. И когда он ездил в город покупать деревья, то говорил, мы возьмем 20 этих, 20 этих, эти очень хорошие, 50 этих деревьев, 10 тех, а вот еще цветов возьмем, они очень милые. Потом привозили это все сюда, и он показывал, куда что сажать. Еджиния Фрэнзи раньше частенько принимала афонского старца Ефрема в своем доме в Огайо. Потом она тоже присоединилась к общине строящегося монастыря. Решили искать воду. Эксперты приехали сюда, изучили территорию и сказали, бурить надо здесь. А отец Ефрем сказал, нет, надо там бурить. Они говорят, нет, там нет воды. Отец Ефрем отвечает, бурите там, под мою ответственность. Они пробурили 800 футов в глубину, а воды так и нет. Отец Ефрем велел бурить еще глубже. Они бурили еще и еще, и в итоге наткнулись на полноводную подземную реку. Монастырь в пустыне быстро рос. Сюда приезжало все больше православных со всей Америки. И вскоре старец Ефрем понял, что одной обители слишком мало. И тогда он основал один за другим еще 18 монастырей в США и Канаде. В Нью-Йорке, Техасе, Флориде, Вашингтоне, Южной Каролине, Пенсильвании, Иллинойсе, Калифорнии, Мичигане, Монреале и Торонто. Во главе всех этих обителей старец Ефрем поставил своих учеников. Он увидел, что он сам не справляется, что тысячи людей нуждаются в духовной поддержке. И он знал, что его ученики могут оказать такую помощь людям, и поэтому он открыл монастыри по всей Америке. И теперь каждый может найти поблизости обитель, где дадут совет, где можно исповедаться. Теперь православные монастыри есть везде, в любой части Америки. Однажды Иосиф Исихаст, духовный отец старца Ефрема, явился ему и позвал Кучико. Такое у него было прозвище, которое означало «очень маленький». Иосиф высыпал ему на колени 20 апельсинов и сказал, «Сколько апельсинов я принес тебе, столько монастырей ты должен основать в США и Канаде». То есть, получается, сейчас не хватает всего лишь одного. Поэтому мы говорим ему, не торопись, ведь мы хотим, чтобы старец Ефрем всегда был с нами. Эта страна голодала духовно, и Бог послал нам старца Ефрема, чтобы дать людям надежду и объединить их для молитвы и созерцания. Паломники, конечно, все равно стремятся прежде всего в Аризону, крупнейший православный монастырь в США. Так же, как первый отшельник Святой Антоний в Египте в III веке, сегодня в монастыре его имени подвязаются иноки. По ночам монахи выходят из благоустроенных келей в пустыню, чтобы провести несколько часов наедине с Богом. Так было заведено у них еще на Афоне со старцем Иосифом. Многочасовое молитвенное правило по ночам они частично читали в келье, а частично под открытым небом. И они молились вслух, потому что так легче бороться со сном. И в этом монастыре столица Ефрем с самого начала призывал нас к тому же. Здесь молиться на природе ночью очень хорошо. Здесь такой чувствуется контраст. Вот тут монастырь, да, тут есть полные современные удобства, да, у нас и электропитание, и вода питьевая, и душа, да, и то есть все. То есть у нас просто полностью все обеспечено для паломников и для отцов. И вот ты буквально выйдешь, там, не знаю, 30 шагов за огородом монастыря, и вокруг дикой пустыни, как и раньше было, и тысячу лет назад, как это жили отцы. Молитвы это очень сильно помогает, что тишина, спокойствие нету, и вообще чистый воздух. Среди ежедневных испытаний у аризонских монахов не только палящее солнце и зной, но и смертельная опасность, которая грозит им на каждом шагу. Вы можете слышать, что тут каждую ночь это будет шакала. Ну, в теплое время годском, начиная с апреля до октября, это гремучие змеи, скорпионы, конечно. Ну, к нам они у нас техни так часто приползают. Ну, просто надо быть так аккуратным, не ходить там, где не видно, не ставить ногу, не ставить руку там, где не видно, где-то фонарики ночью. Сейчас здесь подвизается уже 50 монахов. А райский сад в пустыне все разрастается. Это эксплуатация цитрусовых, апельсины. Вот мы будем вам подарить апельсин. Пожалуйста. Это лимоны у нас. У нас есть не только апельсин и лимон, у нас есть и грейпфруты. Мы, конечно, сами едим на трапезе и паломникам даем. Это эксплуатация оливок, это новые деревья, это молодые деревья, они были посажены где-то около 2006 года. Там у нас виноградник, вот дальше есть там маленькая винодельня. Но главное, здесь со дня основания и до сих пор живет старец Ефрем. Молва о его необыкновенном молитвенном даре дошла уже и до других континентов. А духовные чадо старца, которые постоянно общаются с ним, говорят о нем исключительно, как о живом святом. Я работаю в больнице. Однажды один из послушников в монастыре работал с пилой и сильно повредил пальцы. Его привезли в хирургию. И потом случилось чудо, об этом вся больница говорила. Один палец у него уже почернел, и врач назначил день и время, когда его должны были ампутировать. На утро, в день операции, старец Ефрем и отец Паисий, настоятель, вдвоем приехали в больницу, помолились. После этого хирург пришел в палату к больному, осмотрел его и отменил операцию. Рука была абсолютно здорова. Однажды мы со старцем Ефремом прилетели в Калифорнию открывать новый монастырь. И пока нас везли на машине, он пел Акафиста Богородицы. И на полпути я подумал, бедный, ему уже почти 70 лет, а ему все приходится ездить из города в город, это так утомительно. Я должен помолиться за него. Я открыл свой молитвослов и начал молиться. Иисус Христос, помилуй его, на английском. Иисус Христос, помилуй раба твоего. Я хотел прочитать полностью молитвенные правила. Но когда я всего один раз про себя произнес это, старец Ефрем немедленно прекратил петь и стал произносить по-английски, с сильным греческим акцентом. А он только несколько слов знает по-английски. Я был в шоке, я испугался вначале. Он знает все, что я делаю. Но потом успокоился. Я не делаю ничего плохого. Потом на следующий день я спросил его, как ни в чем не бывало. Старец, когда кто-то молится за тебя, ты знаешь об этом? И он сказал, да, дитя мое. Я всегда это знаю и благодарен за это. В Нью-Йорке один молодой человек попал в аварию и был в реанимации. Родители проводили день и ночь в больнице. Однажды они пришли к сыну и увидели, что он в полном порядке. Они так удивились. А сын сказал, отец Ефрем был здесь всю ночь, сидел на кровати и молился за меня. Родители подумали, что он сошел с ума, ведь туда никого не пускали. Они спросили медсестру, и она подтвердила, что у него священник был ночью. Тогда родители показали фото отца Ефрема, и она сказала, да, это был он. Хотя, разумеется, он никуда не уезжал из монастыря. Когда я приезжаю на исповедь, он всегда мне говорит, «Заботься о своем желудке, у тебя чувствительный желудок». Откуда ему знать, что у меня проблемы с желудком? А недавно я перед исповедью зашла в книжную лавку и купила брошюрку «Как изучать Библию». И когда я уходила уже от старца Ефрема, он вдруг сказал, «Очень хорошо начать изучение Библии». Боже, как он мог прочитать мои мысли? Мы и потому и пришли в этот монастырь, что увидели плоды, которые приносит старец Ефрем. Где бы он ни появлялся, он трогает людей, и много чудес окружает его жизнь. Он один из тех людей, которые имеют Божию благодать и святость. То, что мы читаем в Евангелии и в житиях святых, оживает, когда ты рядом со старцем Ефремом. Он для Америки, как Сергий Радонежский для России. Сергий ведь основал много монастырей, лавру, и через своих духовных детей утвердил монашество и православие по всей России. А старец Ефрем то же самое делает здесь. Специалист в области IT-технологий, сотрудник Intel Шон Ларсон, еще в конце 80-х принял православие. Получив новое имя в крещении Серафим, он поменял его и в паспорте. Когда я крестился, помню, было даже трудно найти православную литературу. Жития святых Дмитрия Ростовского, например, не были переведены на английский. Сейчас все изменилось. Вы можете читать жития, можете приехать в монастырь и там познакомиться с православием. У Серафима русская жена, восемь детей и небольшое хозяйство с козами и курами. 13 лет назад семья Ларсенов пополнила общину тех, кто переехал в Аризону, чтобы поселиться рядом с монастырем. Мы сначала боялись гремучих змей и скорпионов, но наши друзья перебрались сюда и нормально устроились. И через пару лет после них, в 2002-м, мы тоже переехали. То, что принес сюда старец Ефрем, монастыри с подлинной афонской традицией, реально изменило ситуацию с монашеством в США. И людям теперь есть куда пойти и увидеть настоящее глубокое православие. Оазис в пустыне привлек сюда уже десятки переселенцев, в основном православных греков. Здесь Панас живет грек православный. Там русские семьи. Алексей, Евгений в конце улицы. Там Александра и еще несколько православных семей. Мы любим быть рядом с монастырем и хотим, чтобы дети росли в православном окружении. Поэтому мы переехали сюда. У Иоанны с сыном раньше был свой ресторанчик в Нью-Йорке. На переезд в Аризону, под крыло к своему духовнику, старцу Ефрему, они решились после 11 сентября 2001-го. Для него человеческие души, как разные цветы, за каждым из которых нужен особый уход. Иоанн очень любит всех своих духовных детей и вообще весь мир. Это более чем удивительно. Такая любовь, такое внимание и сочувствие. Прикольный чувак. Многие приходят к нам в ресторан и говорят, о, вы греки, ваш монастырь давал нам еду, или монастырь помог заплатить нам за аренду жилья. У нас много бедных в городе, и монахи им помогают. Большинство американцев, которые живут в этих краях, небогатые пенсионеры. Так что и для них монастырь тоже стал точкой опоры. Подруги Фэй и Крис приезжают сюда два раза в месяц за бесплатными продуктами. Они нам помогают продуктами и вообще всем, что нам нужно. А еще, когда у нас эмоциональные проблемы. Когда у меня мама умерла, я приезжала сюда, и монахи молились вместе со мной. Они тогда меня очень поддержали. Здесь никого не отвергают. Монахи очень-очень доброжелательные. И всегда здесь чувствуется благодать и присутствие Святого Духа. Сам старец Ефрем каждое утро после молитвы выходит из своей кельи, садится в машину и едет в ближайший городок на охоту. Он очень сочувствует бедным людям, потому что сам в юности жил в нищете. Даже на еду не хватало денег. И теперь он каждый день ездит охотиться на бедных. Берет с собой продукты, деньги и едет. В какие-то дни он возвращается и говорит, «О, сегодня я накормил 30 человек, я счастлив». В другие дни возвращается, «О, всего двух человек встретил за всю поездку, не могу поверить». Он очень любит так помогать людям. Но главное, чем помогает людям старец Ефрем, в свои 86 лет он ежедневно принимает паломников, исповедует их, дает мудрые советы и делится тем душевным миром, который он обрел за десятки лет непрестанной молитвы на греческой горе Афон и в американской пустыне. Я помню, вышла от него пара, и муж сказал, «Это чудо. Мы были у психотерапевта, и где только не были, и никто не мог решить нашу проблему. Мы пришли сюда, и за час старец Ефрем все решил». Он как магнит притягивает к себе людей, монахов, особенно разных характеров людей, с разными страстями. Возможно, в другой ситуации, наверное, было бы трудно создать такое братство из разных отцов, с разных даже стран, с разными привычками, с разными страстями. Возможно, я думаю, и не было бы такого монастыря, не будет у царца Ефрема. Но он как магнит, он притягивает людей своей любовью, свою отеческую любовью, своими теплыми словами, советами. Хотя у него нет опыта семейной жизни, он знает о внутренней борьбе, которую ведет каждый христианин, неважно, в монастыре или в миру. Он помогает людям в их духовной борьбе. И когда вера становится крепче, людям легче решать любые проблемы. Соединенные Штаты Америки, страну победившего общество потребления и процветающего культа успеха, старец Ефрем наполнил источниками чистого христианства, которые теперь доступны всем, кто томим духовной жаждой. Монастырь Святого Антония уже приобрел славу Второго Афона, а сам старец Ефрем Аризонский негласный титул апостола Америки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok